Господа, дебетовая карта Тинькофф Блэка, Тинькофф Банка. Ее дизайн вы знаете уже много лет. Но если вы вдруг суперкреативная личность и хотите себе что-то особенное, так же как и я, есть возможность выбрать лимитированные карты в моем дизайне от Академика. Посмотрите, есть три варианта дизайна для вашего характера, если хотите. Есть бобер, который левитирует вместе с ЗИЛ 600 сил и сзади еще Бентли. Есть ящер на шестнаре и есть самое главное гусь в той самой понтареске, господа. Но помимо этого дизайна, естественно, вам доступны все преимущества Тинькофф Блэк, с помощью которых вы можете и экономить, и зарабатывать. До 15% кэшбэка настоящими рублями на четыре выбранные вами категории трат. И выбирать их вы можете и менять каждый месяц сами лично. До 30% кэшбэка настоящими рублями у партнеров, список которых также постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Доступны переводы даже на карты других банков через систему быстрых платежей, но и наличные в банкоматах, само собой, тоже можно снимать бесплатно. Еще одно офигенное преимущество карты Тинькофф Блэк, которым уже действительно воспользовались многие мои знакомые, это возможность оформить самозанятость. Причем прямо внутри приложения. Ходить никуда не надо, просто заполняете анкету. Открыв самозанятость Тинькофф, вам даже не нужно будет самому думать, рассчитывать и понимать, куда, сколько налогов платить. Все формируется абсолютно автоматически, а вы в конце просто нажимаете кнопочку «Оплатить». Не нужно даже дополнительно уведомлять налоговые о доходах, что очень удобно. Если вам нужна отчетность перед клиентом, не проблема, внутри приложения можно легко получить чеки. По итогу все ваши финансы оказываются в одном приложении, и личной, и самозанятости. Так что переходите по ссылочке в описании, оформляйте дебетовую карту Тинькофф Блэк в моем уникальном дизайне и пользуйтесь всеми ее преимуществами. Здравствуйте, господа. Мы оказались во дворах. И в этот раз мы покупаем действительно интересную дешевку. Здравствуйте, а я подъехал, вот у машины стою, получается. Да, хорошо, сейчас подойду. Ага, спасибо. Короче, почапали. Часто в наших видосах, ну, типа как вот с Маздой последние два раза, да, мы брали тачки, которые, ну, вроде тачка, вроде как бы, ну, никакого, ничего, какого-то суперинтереса, прямо дичи нет. Но иногда в объявах выскакивают машины, которые стоят практически тех же денег. Никто не говорит, что они лучше, но они, по крайней мере, господа, необыкновенные. Это Альфа-Ромео, 90-х годов. В состоянии по кузову, ну, по крайней мере, презентабельном. Хотя, если мы приближаем, то мы понимаем, что крашена она кисточкой. И так далее, тем не менее. Ну, диски в наличии. Тач-лайн, такие, как у меня на прицепе, кстати. Да. И такие же, вроде как у Игоряна на Кашкайе. То есть в диски вложена и любовь, и забота. Тормоза, там даже есть какие-то. В общем, она на ходу. К ней полный багажных запчастей. Она на ходу, но нужно немножко сделать, чтобы была на хорошем ходу. Есть живые доки. Учет. И это просто очень необычный автомобиль. Воздуховоды как будто от Логана. Погоди. Они так делали уже тогда? Да, похоже. Будем разбираться. Все это продается в сокровище, ребята, за 99 тысяч рублей с торгом. Но мне кажется, не за 30-то дадут. Ну, смотри, она в круг обойдешь. Ее даже реально прищепунили. Прищепонили? Причем, видишь, две недели назад, потому что уже полез заново капот. В общем, ту тачку, которую стоит попробовать. Я никогда в жизни не сидел в Альфе. Я не знаю, что конкретно. Ну, сидел в Альфе, конечно, но это та была, которую мы разбили по итогу. Но что касательно этой модели, ничего не знаю, не представляю, но жутко интересно. Я видел ее в фотке. Сейчас откроем капот. И там под капотом две подкапотки. Ты не смотрел фотографии? Это трындец. Там вот так вот разделяется еще моторный щит. Он как бы здесь и здесь. Их два. Мне она очень нравится. Да. Она крутая. Чем-то перекликается с Абами, может быть, старыми. Игнат бы забрал бы. Игнат бы забрал, сто процентов. Кстати, Игнатыч, это приготовься. Собака Жизнела. Здравствуйте. Вы Гипальц-Параглава? Да, все верно. Блин, вы на академика похожи. Может быть. Давайте посмотрим. Вот так сразу? Все, спасибо. Сразу хочу капот. Просто мне очень интересно то, что я видел. Капот. Я понял нюансы. Ого. Вот про что я говорил. Офигеть. Да, это оппозитный двигатель. Оппозит. С очень красивым впускным с надписью боксер. Боже мой, какая новая вселенная открывается. Ну, хотя бы дроссель Bosch. Это уже радует. Причем, это механический ДМРВ, судя по всему. Судя по его размеру. Жетроник. Да, я узнал. Это тот самый злый. Как Жетроник? Подобный Альфа. Нет. Размер вентилятора на радиаторе. Посмотри, Никитус. Тебе впечатляет? Мне кажется, проблем с охлаждением не будет. В принципе, никаких вообще. Она закипит сразу на месте. Причем, Альфа-лянча, смотри. Видишь, совместная. Это и Альфа, и Лянча в одном. Трындец, как все интересно. Бачок заливайки жидкости вот там. Нет, после Семерки это необычная тачка. После чего угодно она необычная тачка. На хрена разделять капот? Что могло пойти не так? Зачем? Почему? Надо брать. Надо брать, однозначно. Это тачка моего друга. Воздуховоды от Логана. Только раньше, чем появился Логан. Похоже на Логан. Аварийка под левую руку. Погоди, две аварийки. Вы серьезно? Я не знаю зачем. Точно встал. Дабл, спасибо. Просто дабл. Офигеть. Погоди, ПТФ-ок две. И это они одинаковые. Это не перед-зад. Это перед-перед. Военная машина. Все системы дублированы. О, здесь есть вот такое обозначение. И вот такое обозначение. Смотри. Тут даже бортовой компьютер есть. Бортовой компьютер. Я же могу завести, да, сейчас? Под левую руку Порше. Я понял. Сейчас, чуть-чуть не попал. Ого. Есть уровень контроля давления масла. Видимо, это температура охлаждайки. Здесь все лампочки горят. На холодную сразу газуем, да, как мы привыкли. Контроль стоп огней. И, видимо, тормоза. Вот это, судя по всему. А это у нас отвечает за, видимо, приборка что-то. Это контроль передних ламп. Это контроль габаритов, это контроль стопа. Это контроль тормозов, давление масла, охлаждайки. Хорошо. Это что? Уровень датчик, да, датчик жижи. Да. И посередине просто красная лампа, которая означает, что-то бипи. Да, все. Для супер жести не хватает, конечно, только люка и все. Что прям хардкор. Так, электрические свеклоподъемники. А, вот кнопка. О, май гарабл, Никита. А вот это же, это как у нового рейндж-ровера. Да, точно так же. Вообще так же. Только лучше. Потому что дешевле. Так, а это у нас что? Это теперь... Это что? А, это печка. Короче, это жуть. Это просто жуть. Пионер Микс Трекс. Тут мафон дороже, кстати, машины. Есть нюанс. Поэтому, ребята, давайте договариваться. Я чисто забираю звук и все, все устраивает. Багажник, а в салон открывается. Да, а каким образом? Секреты бензобака. Главное, это придерживать и дотягиваться. А, командная работа, я понял. Ага, ага, окей, это знакомо. Тут мега-набор каких-то запчастей всех подряд. Да, мы... Пацаны, короче, мафон и канистры. Все, спасибо. Я пошел. Это реально нужная вещь. Так, блок управления на всякий случай с собой. Магнете Морелли, да. История была такова, что тоже планировалось ее собрать. Нашли челом, который... У него была двера забранных Альфа Ромео. Да, Альфа Ромео запасная. Осталось, короче, от друга его друг. Короче, с ним что-то нехорошее произошло, и машина, короче, осталась у него. Альфа Ромео он купил, вот что с ним произошло. Короче, за девяностик отдадите, пацаны? Да, отдадим. Сейчас прямо. Все, доки есть, да? Сейчас я покажу все, что на ней есть. Машина, постойте, стоит на учете на моего друга. Ага. Вот пакет документов. Это те запчасти, которые были... Сюда, с собой на всякий случай лучше, да? Откуда друг, получается, у него с третий? Это... Хадыжинск. Легче не стало. А подробней? Да. Кубань. Вообще, Кубань, вот, все отлично. Красилась она уже кем? Вами? Нет. Кисточкой? Я покупал такой уже. Да ладно, то есть это несколько лет кузов присутствует в таком состоянии, еще пока не погиб. Абсолютно. Как хорошо красили. Ни хрена, шухер. Смотри, Никитос. Сцепа гидравлическая и питается тормозухой из основного бачка. Один на все, да. Да. Ты приколись, вот сцепа, вот тормоза. А и тут есть, так сказать, промежуток. А вот это, как ты понимаешь, тормозной контур. Вот он. Да? И с ним все в полном, в порядке. А он отдыхает. Слушай, короче, да, нужно ехать на эвакуаторе, серьезно, потому что у нас явно что-то не то с тормозами, у нас что-то не то с сцеплением. А, получается, как я понимаю, может задний тормоз не работает, но оно тормозит точно. Ты смотри, тут еще много всего. Целые клеммники. Скорее от фар что-то бывает. Смотри, датчик еще идет, проводка, по крайней мере, на эту штуку. Какие-то трубки, вакуум тут торчит. Как много всего здесь интересного и непонятного. В общем, господа, жутко интересный автомобиль, который действительно стоит немножечко подшаманить, чтобы снять уже его полноценный тест-драйв. А не то, что вот сейчас в формате, грубо говоря, нет тормозов, нет цепа и прочее. Просто не хочется испортить впечатление от такой машины. Да, поэтому мы эту машину сейчас грузим на эвакуатор, везем в сервис, быстренько шаманим, налаживаем тормоза, сцепление, чтобы все более-менее работало. Делаем красиво, разбираемся, смотрим снизу, пытаемся понять устройство этого чудовища и потом сразу выезжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну пока там суть до дела с Альфой, традиционный вопрос. Где мы такое находим? На самом деле есть традиционный ответ, что эту и подобную этой машине, а может даже гораздо лучше, вы, естественно, сможете найти на Дроме. Потому что на Дроме всегда огромный выбор автомобилей. Я думаю, что вы все это прекрасно уже знаете. Но самое главное, что при этом на Дроме есть еще функция некой подписки на автомобиль. То есть вы задаете, вот когда вы ищете такая редкая что-то, типа как я, что-то внеземное прямо, задаете необходимые вам параметры. И когда похожий по параметрам автомобиль поступает в продажу, Дром сразу присылает вам уведомление. Но помимо этого есть еще функция отчета, на которую вы можете сразу посмотреть, чтобы отсеять какой-то неликвид и понять, все ли с машиной в порядке. Поэтому за машиной идите на Дром, а ссылочка на него традиционно будет в закрепленном комментарии. Ребята, снизу просто сокровище. Тут сокровище, во-первых, и сама Альфа, и во-вторых, конечно, дары Кубани. То есть тут замешано все, логика и одних людей, и других, одних, кто проектировал, вторых, кто чинил. Во-первых, конечно, из-за печального и удивительного. Печальное это то, что у машин нет подрамника. Значит, жесткости, какой-то рулежки на самом деле не будет. То есть рычаг и его поперечина, или это можно назвать вторым рычагом, который в этот рычаг приходится, это на кузов, а это на, собственно, поперечину переднюю, которая соединяет лонжи. Паук. Здесь глушитель в виде паука, ну, потому что это оппозит, логично, да, у нас одна голова здесь, другая там. Ты посмотри, где он сходится. То есть он очень такой длинный, то есть вон 4.2.1 такой сюда, тоже классический Subaru звук, но все это огромной длины. Хотя и очень тоненький, естественно, мотор совсем небольшой и совсем не мощный. Это ладно, поддон двигателя, он нормальный, поддон коробки. Такое ощущение, что в коробке однажды образовался очень злой вакуум, и поддон туда всосало, и он облегает теперь и, собственно, главную передачу, и все механизмы переключения, там, шестереночки. Очень непонятно, то есть как тут что должно смазываться, как уровень масла, куда, чего, но это все капает, естественно, оттуда. Порван у нас пыльник, вот этот вот один. Все это в состоянии спаси и сохрани, естественно. Везде ржавчина, все на хомутах, на стяжках, все цветное, все он отламывается прямо на ходу, на лету, все очень кустарно отремонтировано. Бедный автомобиль, конечно, мучили. Ему бы еще, по идее, жить и жить, жить, но его все хотят уже просто вот отжать, поездить и забыть. Это что такое? Погоди, ты смотри, вот это что за палочка? Это альфа, то есть эта палочка, она соединяет подушку двигателя, это подушка двигателя, с вот этим вот микро-хомутиком на лонжероне. Как это должно работать? Это, по идее, не дает двигателю ходить туда-сюда, вот так вот. С этой стороны такого нет, оно только там. Я не понимать, что такое. Ну ладно, одну из подушек, собственно, одна из подушек, это сама коробка переключения передач. Вот она, она подсоединена к двигателю, от нее вот сюда аж идет вот такой кронштейн, и здесь находится задняя подушка двигателя. Очень необычно, не двигатель, а вернее коробки. Очень необычно выглядит. Там, где она должна быть больше резины, чем сейчас, поэтому все это долбится. Практически все механизмы переключения передач находятся, закреплены на какой-то проволоке. Видно, как давно все это кидается маслом. При этом полы все равно со стороны водителя, они как бы кончились, их нет вот прям вот совсем. Это все такое уже, знаете, картон. Это больше держится на неком, на некой остаточной решетке молекулярной. То есть никакого, как такового металла здесь уже нет. Это, конечно, не дырочка в ногах пассажира, это ничего. Это все вырезать, выкидывать, к сожалению. К сожалению, к сожалению, ему хана его не спасти. Но внешка, что? Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мы экспертно все отбилим. Отбилим и занизим. Машина слишком высокая. Слишком высокая. Ну, как выглядит? Погоди, давай, балка задняя. Как тебе нравится? Как тебе нравится? Балка на тяге Panara. А? 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 Офигел? Чего, блин? Офигел? Это же идея. Это же идея. То есть есть балка на вот таких тягах. Вот это трос. И в два раза толще, чем трос, это тяга, которая держит балку. Смотрите, как крайне интересно. Причем балка приходит вниз барабана. У балки еще вверх кронштейн. Оттуда еще верхние тяги. Там, похоже, все раздолбанно. Уже сайлентов нет. Эта тяга вылезает. Бедолага идет так же через лонжерон. Все крепится очень подозрительно. Барабаны далеко не самые большие. Очень тонкие, очень маленькие амортизаторы. Очень длинные пружины. Крайне интересная инженерия. Топливная. Вся подчинена садовыми хомутами. Вот этими, которые с барашком. Которые можно затянуть самому, потому что если тебе что-то сломалось, ты находишься возле Максидома или Руа Мерлен. Можешь подчиниться тем, что есть без ключей. Это очень удобно. Бензонасос, скорее всего, или Волговский, или какой-нибудь еще. Висит здесь, естественно, уже не оригинальный давно. Глушитель в неестественной позе. Это ладно, и буксировочная проушина закреплена к нише запаски. Я думаю, это транспортировочная проушина. Я знаю, что такие бывают для крепления на эвакуатор. Нет, это транспортировочная. Потому что от лонжеронов больше никаких проушин нигде не выходит. За это предполагается, что машину можно сильно дергать. Или ей можно сильно дергать кого-то. Что, конечно же, является ошибкой. Почему сюда приходят две тормозные трубки? Потому что одна идет сюда. Все отлично. Самое главное, и какой у нас самый жесткий вывод? Что по всему, что я вижу снизу, это, конечно, буйство инженерии. Просто какое-то нереальное. И все это очень похоже на какой-нибудь старый Opel, старый Ford. Старый конкретно. Начало 80-х, к примеру. Вот это та техника, та архитектура, скажем, построения автомобилей, когда все было вот так вот. Но это машины с середины 90-х. То есть они там в Альфе, как минимум, все отставали лет на 10 от того, как остальные уже делали свои машины. А нам теперь с этим разбираться. Погнали. В процессе ремонта сломался ключ. Такое бывает. Поэтому ключ у нас теперь оригинальный, итальянский. А может даже и китайский. В общем, там обломок ключа остался в замке, поэтому замок не заклинило. И мы можем делать отверткой. О, сейчас огонечки загорелись. И все. И ключик складываешь сюда. У нас работает даже контрольная лампа ручника. Контрольная лампа тормозов тоже при этом погасла. Да, но жижа в уровне. Мы проверяли. Стеклоподъемник в замедлении, но работает. И мы пробуем. Дворники не работают. И в нашем распоряжении не установленная мощность, но что-то в порядке. 80-90 сил. Так. Не очень удобно по рулю, а руль... Только не говори, что он настраивается. У него есть штука, настраивается руль. Нигитос. Мне очень нравится характер автомобиля. Сейчас, погоди. Я офигею, если это реально настройка руля. Сейчас, секунду. Вот здесь есть рычаг. Ребята, фантастика. Просто фантастика. Руль регулируется по высоте. То есть комплектация эта-то, походу... Это была третья, что ли? Да, это была третья. Прикинь, вот я шляпа. Что-то тут... Не так очень какой-то динамичный двигатель. Так. У нас забавно, что в документах написано 1,4. Прикол в том, что не было двигателя. У них 1,4. Был двигатель 1,3? И 1... Да нет. Да, я понял. Вот почему такая шляпа здесь с коробкой что-то. Фига она метет. Тебе не кажется, что она быстрая? Ну, по крайней мере, не овощ. Интересно. У нас должно быть, на самом деле, порядка 90 лошадиных сил. Это, скорее всего, полторашка на КЕЖ Тронике. Так, это первое. Да, одиннадцатый, что не получится динамично переключаться. И не работает печка. Из-за этого нужно будет как-то вот... Как-то вот так вот делать чуть-чуть. Давай попробуем. Блин, она реально прямо... Слушай, натягина какой-то. Блин, мы валим, братан. Я не взял лоджик, но... Отсечка ранняя какая-то. Пять, типа, с копейками. Да она есть. Тормоза тоже есть. Руль стоит вот так. Ее немного ведет то ли влево, то ли что еще. Не работает спидометр. О, что? Он прямо сейчас заработал. Вот прямо сейчас я на нее смотрю, и стрелка поднялась. Оживает крошка? Слушай, какой кайф. Какой кайф. Также могу сказать, что весьма удобный салон. Он очень маленький. И чем-то это напоминает второй гольф. У вас нет ни одного сантиметра лишнего места. И вы сидите ровно вписанным в этот салон. То есть присутствует некая эргономика. Наверное, подлокотника бы не хватало бы. Чуть-чуть сюда. Вот это пепельницы. Обрати внимание, кожух ручника. Смотри, смотри, смотри. Кожух ручника у нас вот так работает. Видишь, не какая-то там тряпочка кожа дурная, а пластик такой выезжающий. Естественно, у нас отделка салона под вот эти квадратики. Что-то такое. Опять же, на ваг немножко они оглядывались. И на все остальное. Ну и в целом, безусловно, есть стилек. То есть вот здесь, например, часы вверху. Они аж прямо над зеркалом. 21.30 показывают сейчас. Что, конечно же, неправда. Притонированные вот эти лампочки подсветки салона. Под черные вставки. Все сделано на стиле. Зеркало, к сожалению, одно только правое есть. Потолок. Жалко, потолок провис. Вот эти клипсы явно должны его были держать посередине. Что потолок должен быть вот так. Но клипсы его не держат. И потолок чуть провис. Левая аварийка оказалась заглушкой. Просто кто-то вставил вторую лампочку аварийки. Видимо, здесь должны были быть противотуманки. Потому что вот одна ПТФ-ка. А, здесь тоже две ПТФ-ки. Они причем одинаковые. Должно быть перед-зад. В общем, что-то здесь напутано. Ну и ладно. Не будем. Все, спидометр заработал. Смотри. Уже сейчас показывает 40. Это, конечно, неправда. Да, и передачи найти крайне сложно. Что-то не так с селектором выбора передачи. Судя по количеству... Да, судя по количеству проволоки, которые мы видели внизу на всем этом вертолете, который отвечает за выбор передач. А, все. Спидометр такой борется, борется. Иногда работает. Упала стрелка. О, все, видишь, упала. Ну, вообще, спидометр то заработает, то нет. Я даже не знаю, как он здесь электронный, кстати, или механический. Мне нравится даже вот это, слушай, обрамление зеркала. Вот этот вообще верхний узел, он прям хорош. Ну, хорош же, да? Вот он какой-то такой вот для середины 90-х оформленный. Так. Мне нравится мотор. Мне прямо очень нравится мотор. Да, это четвертая. А, вот это вторая, я понял. Слушайте, тут явно по ощущениям вот не 60 сил. Он прямо едущий. И мы с потоком движемся, никогда особо не выкручивая мотор до 3000. До трех. Напомню, что вам машина корнями своими проистекает в середину 80-х. А построена на базе, которая там чуть ли не аж 70-х. Но вот этот двигатель, похоже, у нас уже рестовый. И он относительно мощный. Конечно, не самый эпик, который мог здесь стоять. Там 130, если не ошибаюсь, с чем-то сил. Это уже были практически лавры GTI. Но работают поворотники. И шумка относительно есть, кстати. Не кажется ли тебе, что она такая прямо... Не кредит и тошно. Да блин, вторая, жаль вторую, конечно. С хрустом прямо заходит. Тормоза адекватные. Мотор снизу просто, вот с полутора тысяч сразу. Никаких вибраций. Ничего не издает. Он просто везет. Сколько у меня сразу в голове крутится, что если здесь оппозит, в Subaru. Оппозит можно взять Subaru мотор, поставить сюда. Конечно, это будет полная шляпа, потому что в этой машине нету подрамника. Рулевая рейка располагается сразу на моторном щиту. И дополнительная мощность этому кузову в этом возрасте уже вообще никак не пойдет. Его бедолагу просто весь покорежит. Ну, даже стекла электрические. Обрати внимание. В общем, нам, можно сказать, условно повезло с комплектацией. Условно повезло с состоянием. По крайней мере, за эти деньги это точно хорошее сочетание комплектации и состояния. Ну, а в остальном это просто 91-й год, ребята. Начало 90-х. И какого-то богатства, и долго рассказывать здесь про салон на ходу, нет смысла. Давайте немного историй. Продолжение следует... Для многих из вас, как и для меня, это первое знакомство с Alfa Romeo 33. Я до этого никогда не трогал, не щупал, не ездил и даже не знал о том, что такая модель существует. Однако, выпускалась она 11 лет, и их было продано более миллиона экземпляров. Это одна из разряда тех самых европейских легенд, о которых мы ничего не знали. И у нас она суперредкая, супернепонятная, супернедоступная. И при этом всем мы сейчас не смогли толком ее отремонтировать. Перемыкаешь контакты на печке, моторчик не крутится. Он подклинивший. То есть на него все приходит, сам мотор не крутится. Нужен ступичный подшипник? Пожалуйста. Где-то какие-то под заказ ждать, типа месяц или больше. Как таковых вменяемых каталогов нет. Или каталогов. Проблема. Все нужно разыскивать по каким-то форумам, по драйву, курить. Слава богу, есть какие-то книжки в комплекте, к которым даже эти детали как-то описаны. Более-менее что-то можно находить и так далее. Но все, опять же, очень долго. То есть вот дворники, вот там трапеция. Да, вот где взять трапецию на 33-ю альфу? Непонятно. И так во всем. Получается, что каких-то особых нерешаемых проблем в этой машине нет. Все можно починить. Даже у моторчика можно обмотку перемотать, щетки новые поставить. Просто несете этот моторчик в ремонт генераторов. Ребятам, кто сабы даже перематывает и так далее. В общем, я все узнал. Все, в принципе, починить можно. Вопрос, за какое количество времени? Это даже не будет супер дорого. Это будет супер долго. Что в формате, конечно, нашего обзора, нашего экспресс-знакомства просто с дешевкой по низу рынка особо как бы не вписывается. За время реставрации Audi S4 мы научились делать фантастические вещи. Раздобывать даже того, чего в природе уже давно нет и более не выпускается. Но здесь у нас просто нету этих полгода. Эта машина, это идеальный образец для такого человека, который хочет ее просто купить и спокойно в свободное время что-то искать. По форумам, по знакомым, где-нибудь на площадках по продаже барахла, по разборочкам. Что-то где-то периодически находить и сюда вставлять и инсталлировать. В этом варианте это будет недорого. Но долго. Но при этом возможно. И не супер прям какая-то сверх ультразадача. И в этом и проблема Альфы, что при этом миллион даже на Твинго. Даже на Твинго. Но Твинго, правда, продавался вообще космическими тиражами. Мы находили все здесь и практически сейчас. Какие-то позиции под заказ ехали 5 дней там максимум. На Альфу это полная вилла. И если что-то случится с кузовней или разобьется стекло, эта задача может стать практически нерешаемой. В текущей ситуации что-то из-за рубежа доставать и прочее. И все это, напомню вам, в машине, которая стоит 90 тысяч рублей. Есть ли смысл этим заморачиваться? Если вы энтузиасты, вам просто очень нравится этот кузов? Бесспорно, да. Но мы сегодня, к сожалению, ее именно по этим причинам починить не успели. Просто по времени. А так тачка кайф, на самом деле. Отсюда рождаются все эти колхозы в виде вот этих вот фар противотуманных, которые здесь от чего-то просто на саморезы вставлены. И масса-масса-масса других переделок. Потому что Нуаригу искать просто нереально. Мне нравится, насколько они заморачивались этим кузовом, что даже буксировочная проушина, она вот такой восьмеркой там переплетена. Как будто какая-то художественная ковка применялась здесь. И все, это было сделано. Ну, на самом деле, неплохо. Я думал, мультивэн приехал снова. Здесь всегда стоит один и тот же мультивэн. И в наших видосах, и в Яндекс-картах, где здесь мужик живет, мы постоянно занимаем его место, он за это у нас бухтит. Но сегодня нам пока везет, господа. Нам очень везет. То есть, посмотрите, Альфа-Ромео, у которой на зеркалах написано Альфа-Ромео. Ну, это же потрясающе. Лифтбэк сам по себе. Это кузов лифтбэк. То есть, я могу багажник открыть вместе с задним стеклом. Если бы его можно было открыть сейчас одному. Для этого потребуется два человека, там пружина сломалась, которая отходит. И огромное количество фантастически странных моторов. Ручку капота не нужно дергать, потому что капот открывается как у классической модели Жигули. Или, давайте скажем круче, как у классических моделей BMW. Здесь все очень классно. При этом, посмотрите, в каком состоянии подкапотка. Как эту машину любили и как за ней ухаживали. Все чистое, прикольное и нарядное. Двигатели практически всегда были оппозитные, как в нашем случае. То есть, это некий отсыл к Subaru, если хотите. То есть, в данном случае стоит или 1.3, или 1.5. К сожалению, я сейчас не ручаюсь, что это. Но, скорее всего, это 1.5 на типа что-то около 90 лошадей. Отличный, низовой, пушечный мотор, который офигенно едет. И он совмещен с исчадьем МАДа, это система впрыска Bosch G-Tronic. То есть, механическая система инжекторов. Самых ранних вот тех. Проблема заключается в том, что если здесь что-то начинает подклинивать и работать не так гладко, как хотелось бы, то совершенно неправильные показания начинает выдавать ДМРВ на блок управления электронный. И таким образом, все это начинает ехать или богатить, или наоборот не богатить, неадекватно. Плюс есть те самые графитовые дорожки, по которым ходит непосредственно потенциометр. Если графитовая дорожка протирается, в какой-то момент электронный блок управления вообще не знает, в каком положении у вас открыта заслонка дросселя, и сколько воздуха потребляет автомобиль. И все это сразу становится очень непонятно. Чинить это сложно, практически невозможно на сегодняшний день. Но тогда это был переход к первым полноценным распределенным впрыскам. Это было круто. Это позволяло выжать с одних и тех же моторов на 10, 15, а то и 20 сил больше, чем раньше с карбюраторов. К слову сказать, поскольку это оппозит, то проблема с карбюраторами здесь стоит весьма остро. Потому что, смотрите, и так какой развитый впускной коллектор, да? Он же должен и на левую, и на правую голову уходить. А в него еще нужно куда-то карбюратор вставлять. И чисто по объему это было не очень выгодно все вот здесь размещать. Конечно, это так и было. Но были супер-версии, которые назывались квадродриппер что-то такое. Причем почему-то квадро. Я не понимаю, почему слово вот это вот, это же альфа и квадро. Неужели у них два это квадро? Потому что именно так называлась версия с двумя карбюраторами. И она ехала. В топе здесь был мотор 1,7 литра, 16-клапанный, бензиновый на 130, по-моему, сил. Представьте себе, на 130. И даже был один дизель. Слава богу, не оппозитный. Я бы очень прикололся, чтобы во всем этом флеш-рояле сверху еще стоял дизельный оппозит. Вот это была бы максимальная дичь. И при этом, при всем, в поздних годах выпускались полноприводные версии. С задним неразрезным мостом. И причем это был частный партайм. Даже раздатки, вернее, не было. То есть это было просто вот так же стоял мотор. От коробки шел угловой редуктор. Сзади шел кардан и неразрезной мост. А у вас была посередине палка, которая механически в шлицах двигала муфту. И она, а они замыкались. То есть нельзя было ездить на этом полном приводе постоянно. Он нужен был только, чтобы от кого-то выбраться. Ну, то есть это просто шлицы, по которым ездит муфта. Даже не раздатка. Ни какие-то там планетарки, ничего. Нет, нет. Просто шлиц, шлиц. И посередине муфта, которую вы рычагом замыкаете. Поэтому замыкать ее рекомендовалось только на ходу и не в вывернутых колесах. Чтобы частота вращения валов совпадала и шлицы более-менее друг к другу попадали. В общем, ребятушки, это было круто. Это были 90-е, но это был какой-никакой. А самый первый, самый простой, самый ящерский, но уже полный привод. Который мог быть совмещен с кузовом универсал и двигателем под 130 сил. Вы чувствуете, как хороши были продажи, что они настолько сильно экспериментируют с комплектациями. Было время. Итого, мой вердикт, что это классический представитель 80-х, 90-х годов. И в целом, если ты до этого ездил на каком-нибудь Opel Kadett, Golf, втором Passat, если хотите, да всем, чем угодно в 80-х годах, то здесь все очень понятно. И ощущения примерно такие же. Технологии чуть более отсталые, 70-х, я бы сказал. Да, в этом есть нюанс. Хотя тот же Opel строился по таким технологиям до 93-го. И тоже там не было подрамника. И тоже там все было довольно печально. В Vectra по такой же схеме построена тоже и Kadett. И Astra, по-моему, первые, если не ошибаюсь. Но не суть. Но, в отличие от других машин, во-первых, из его плюсов, это, конечно же, некий эксклюзив. На коне это машина более интересная, чем тот же второй Golf или Jetta, да. На нее оборачиваются, спрашивают, что за тачка. Все-таки лифтбэк. Что для 90-х было... В 90-х лифтбэк, а в 80-х у нас лифтбэк кто был? Vectra, кстати, была лифтбэк в 80-х. Она же была скошенная. Возможно, какие-то французы, в общем, и точно лифтбэком была Vectra. 100%. Но из основных минусов это то, что, купив того же немца середины 80-х в нашем регионе, вы почините его вот так. Ничего не нужно для этого делать. Навалом запчастей все есть, везде, без проблем, достается. Тем более, это средняя комплектация, не на улетевшем моторе, не на каком-то. То есть здесь вообще, по идее, проблем не должно быть. Так же, как и с немцем средней комплектации. А вот с Альфой вы, возможно, прикурите так сильно, что починить ее, возможно, не получится совсем. Или это займет у вас какая-нибудь рандомная поломка 2-3 месяца, и машина может встать на прикол. Собственно, как с ней и случилось, и почему, на мой взгляд, она еще не окончательно сгнила, еще и выжила. Потому что, когда приехала с Кубани, она, по-моему, две последние зимы в итоге простояла в гараже. Вот у меня есть мнение, что если ей одну зиму соли питерской дать, то мы эту тачку можем просто по весне уже и не обнаружить. А пока что она существует, и слава богу. Так что, наверное, как и с другими дешевками в последнее время, с двумя Маздами, вернее, предыдущими, мы ее разыгрывать так вот просто кому-то отдавать не будем. Потому что очень хочется, чтобы эта машина попала в руки именно к тому человеку, который понимает. Поэтому, скорее всего, сейчас, когда вы смотрите это видео, она уже есть на всех возможных площадках, и ее-то можно приобрести, естественно, дешевле, чем мы ее покупали. Не переживайте. И, естественно, уже починен у нее глушитель. Но, как вы сами понимаете, приложить руки есть куда. Из простейшего это дворники и печка. Если сейчас пойдет дождь, мы уже больше никуда, ни в коем случае никак не поедем. Поэтому пользуемся отличной погодой, невероятной удачей, которая нам сопутствует. И такую же хочется пожелать вам, если вы вдруг решитесь купить Альфу. Но вот мотор в этой машине, он не заходит, наверное, знаешь, как с чем похоже? ВР. Пассат на ВР-6. Вот на что похож этот мотор. У него столько низов, он такой взрывной. И тоже не едет вверху. Да. Но там проблема была в ВРе, а здесь, скорее всего, таких проблем нет. То есть вот спасибо Альфе за этот офигенный мотор, за то, что они не стеснялись, дерзали, и делали что-то новое и интересное. И я к этому все-таки прикоснулся в 2023, это пушка. Но владеть этим, особенно чинить это, может оказаться очень больно. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. До встречи в следующем. Удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok